приветствую вас друзья давайте сегодня поговорим о разнице между занятостью и продуктивностью когда я учился в университете то в начале года обещал себе что напишу идеальную курсовую работу представлял как буду каждый день читать источники выискивать уникальный материал и писать по одному абзацу текста но почему-то начинал работу только в последнюю неделю если вы узнали себя не удивляйтесь ведь такое поведение нормально для каждого человека впервые об этом в своей книге сказал сирил паркинсон закон звучит следующим образом работа заполняет все время что на нее отпущено например сейчас мне нужно закончить видео для канала согласно закону паркинсона сколько бы времени у меня не было я не закончу раньше назначенного срока поэтому на работу я всегда устанавливаю минимальное время представим что вам нужно написать текст на две страницы это займет от силы два часа но вы выделяете на эту работу целый день тогда ваш мозг как бы смотрит на это число подстраивается и сам усложняет задачу чтобы заполнить все пустое время как он усложняет задачу ну например уменьшает скорость своей работы вы вдруг начинаете очень медленно думать каждая новая строчка дается тяжело мысли путаются или мозг может начать бесконечно генерировать отмазки вот ты уже взялся за работу написал одну строчку и тут неожиданно вспоминаешь что надо срочно кому-то позвонить еще он умеет забывать о поставленной задачи словом инструментов у нашего мозга много но цель всегда одна растянуть задачу на все доступное время по итогу вы действительно пишите простой двухстраничный текст в течение целого дня да еще и напрягаетесь так что первое правило продуктивности это устанавливать то время работы за которое возможно выполнить задачу но не больше излишнее растягивание времени для нас опасно мы думаем будто процесс идет кажется мы пишем курсовую мы как бы чем-то заняты а значит не можем заняться ничем другим в том числе отдыхом но в действительности реальная работа стоит на месте а мы находимся в подвешенном полуадекватном состоянии но как почувствовать этот закон в повседневной жизни составьте расписание на неделю напишите сколько времени вам понадобится на выполнение каждой задачи а затем разделите напополам приступив к работе вы обнаружите что все получается намного быстрее чем раньше ваш мозг будет оперировать в другом режиме быстрее и эффективнее не удивляйтесь это действительно работает и примеры есть в истории еще недавно в советские времена школьники учились всего 10 классов но по окончанию школы успевали освоить больше чем знают многие выпускники современных вузов это очень наглядное подтверждение закона паркинсона не растягивайте время на работу в надежде сделать лучшее это наоборот уменьшит продуктивность но увеличит занятость и лишит вас полноценного отдыха на самом деле вы можете в сотню раз больше чести и удачи